Середина осени, пора собирать урожай. В этом году дачники перешли на экзотику. Все чаще на участках можно увидеть сливы, груши и абрикосы. А это лето выдалось особенно благоприятным для винограда. Какова эта ягода на вкус, выясняла наша съемочная группа. Напомним нашим телезрителям. В гостях у Алексея Александровича Ефимова наша съемочная группа была в начале августа. Тогда, два месяца назад, мы любовались садом пенсионера. На своем огороде в 20 соток Алексей Александрович выращивает яблоки, абрикосы, груши, персики и даже кишмыш. Удивило нас тогда и небывалое количество кустов с огромными гроздьями винограда. Середина осени, и вот настала пора собирать спелую ягоду. Такого большого урожая, говорит пенсионер, он на своем участке не видел давно. Хоть и занимается виноградом около пяти лет, как переехал жить в Шанхай. Чтобы про виноград все знать, это надо много вам рассказывать. Это же тут и технологии, и все разное. Надо его правильно сажать, надо его правильно поливать, его надо правильно под кормку давать, его надо правильно опрыскивать, и его надо правильно пасынковать. Самое главное пасынковать, чтобы у него вот эти пасынки не тянулись с него, а вся его сила отдавалась в кисти. Когда отдается в кисти, это намного лучше. А пасынковать их выламываешь, просто вручную ходишь. Вот это, видишь, вот они пасынки, вот такие вот. Их надо убирать все. Ну сейчас уже не страшно, а вот когда он начинает только развиваться, вот эти пасынки все надо выкидывать, обламывать, обламывать. А я люблю этим делом заниматься. Сорта винограда выращивают самые разные. Пока в хозяйстве Алексея Александровича их пять. Альфа, Белый, Аркадий, Надежда и Алешенька. С каждого куста пенсионер планирует собрать по три ведра спелых ягод. А кустов-то больше 20. Вот и получается, что выйдет урожай, а ведер 60, а то и больше. Куда девать весь урожай не знает. Виноград сам Алексей Александрович не любит, да и вино не делает. Говорит, раздаст знакомым и друзьям. Яблоки, груши я ем, а виноград я не люблю. Я люблю только его выращивать. Вот. Это у меня душа. Я хожу, рядом с ним у меня душа радуется. Я тогда и не болею даже. И не надо поликлиники, ничего. Только в саду здесь. Супруга, если закроет, там банок пять, может шесть. А остальное я не знаю, куда его. Куда его сбагрить? Я вот раздаю его и все. Кто придет, я бери, рви, говори, сколько тебе надо. Ее рвут каждый себе. И хоть сезон подходит к концу, последний урожай винограда садовод планирует собрать в конце октября. После осенних заморозков, когда облетят листья с лозы и не останется ни одной ягодки на кустах, заботливый хозяин произведет обрезку винограда, чтобы на следующий год снова собрать большой урожай. На зиму ее надо ложить и не землей где-то закрывать, а просто я придавляю ее этим грузом и снегом заваливаю. А как весной, значит, начинает тепло, ее надо посыпать золою, тогда снег быстрее растаивает. Снег растает, он покажется, поднимать нельзя до тех пор, пока земля не отойдет. И желательно, чтобы весной теплой водичкой его полить. Он раньше тогда будет подниматься и пускать почки. А когда пенсионер закончит все работы на огороде, займется любимым делом уже дома. Кстати, сказать Алексею Александровичу, и зимой есть что делать. На подоконниках он выращивает лимоны, позадил и несколько кустов помидоров. В общем, будет чем заняться на досуге. Тем более, что пенсионер еще и пишет рассказы, сюжеты его заметок, реальные истории жизни. Валентина Васильевна, жена Алексея Александровича, во всем мужа поддерживает, ведь он ее опора по жизни. Скоро эта супружеская чета отметит 50-летний юбилей совместной жизни. Да, за огородом следит. Раньше я делала, а сейчас ноги у меня больные. Я не могу, все там делает. Не переживайте. Ну, это помощь, это правда хорошо? Да, конечно. Помогает очень хорошо. А из гостей, как и в прошлый раз, так и в этот, наша съемочная группа ушла не с пустыми руками, а с полными пакетами винограда. Очень хорошо. Ну вот, мы выходим. Да, пока. Пока.